И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. Прямо из горного Алтая и нескольких краевых лесничеств. В продаже почти 40 тысяч новогодних деревьев. Кстати, елочек вы не купите. В ассортименте преимущественно пихта. Только пихта, да. Елки не возим. Елки находятся в Красной книге. Привозим пихту. Пихту привозим, потому что она запашистая, иголки у нее длинные и покупателям очень сильно нравятся. Купить новогоднюю красавицу можно и за 500 рублей. Вот такую. Не очень высокую и не пышную. Если вы хотите пихточку под потолок, придется выложить 2000 рублей. Вы планируете покупать елку к новому году? Да. А в какую цену вы готовы купить ее? Ну, не знаю, 2000 это и там. Понятно. А недорого считаете? Нет. Ну, я вот купила вот такую маленькую рублей за 200, за ее 400 просят. Это же одуреть вот такая елочка и 400 рублей. Смешно? Смешно. Чтобы главный символ нового года простоял как можно дольше, при покупке необходимо обращать внимание на состояние веток. Они должны быть гибкими, хвоя ярко-зеленый и ароматный. И, кстати, если кто-то думает, что купить елку за несколько часов до нового года можно будет со значительной скидкой, тот ошибается. Продавцы заверяют, за копейки елочку не отдадут. Не знаю, как вы, а я свой выбор сделала. Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжение следует.